Продолжение следует... Какой, собственно, существует запрос у пользователей и как мы его реализуем? Мне кажется, довольно сложная задача. Я попробую это сделать. Не знаю, как у меня получится, но я очень надеюсь, что вам, по крайней мере, вы составите некоторое представление об этом. И мне кажется, что это особенно важно в контексте тех задач, которые ставил перед лабораторией инженерной лингвистики Ремен Генрихович. Потому что задача, как правило, формулировалась так. Создать работающую систему. Мне кажется, это важный момент, поэтому давайте посмотрим на эти внедрения, ну, все-таки немножко в исторической перспективе. Понятно, что машинный перевод развивался вместе с развитием вычислительной техники. Конечно, всем известно, что сначала круг потребителей, круг тех, кто собирался использовать машинный перевод, был очень ограничен именно спецслужбами. И первая система машинного перевода была системой русско-английского перевода, которая разрабатывала Джорджавский университет. С развитием вычислительной техники, тут замечательные картинки, кстати, прошу обратить внимание, на той картинке была ЭВМ Урал, это ЭВМ Минский Рецепт-2. Вы примерно понимали, как это выглядело. Я думаю, что не все это видели. С развитием вычислительной техники и, понятно, с развитием информационно-поисковых систем информация все-таки становилась более широко, как сказать, информация становилась более дигитализированной, если можно так выразиться. Какие-то уже текстовые массивы появлялись в достаточном количестве для того, чтобы можно было говорить о какой-то потребности, которая должна была быть реализована. Именно в это время, собственно, и начинается опять интерес к машинному переводу, и возникают не то, чтобы коммерческие системы, но, по крайней мере, какое-то количество систем, которые в мире появились в это время, в частности, системы СИГОТа, начала разрабатываться системы СИСТРАН, всем известная. Поэтому очень важно посмотреть, что случилось дальше. На самом деле, настоящая революция в системах машинного перевода произошла тогда, когда появились персональные компьютеры и появился интернет. Совершенно понятно почему. Потому что практически уже вся информация, ну, вся или не вся, в 80-е годы, наверное, нет, но уже в 90-е больше, становится цифровой. И чем больше цифровой информации, тем больше потребность в автоматическом переводе. Это тоже совершенно понятно. И здесь возникают, конечно, уже целые ряды коммерческих систем автоматического перевода и онлайн-сервисы, и в частности, онлайн-сервис нашей компании Translate.ru, который мы открыли в 98-м году. В следующем году ему будет уже 20 лет. Вообще-то, давайте следующий встать. Конечно, можно сказать смело, что 21 век – это золотой век машинного перевода. Потому что, я бы хотела адресоваться к Ларисе, но, наверное, нет времени слишком долго на эту тему распространяться. Ведь, наконец, была практически вековая мечта лингвистов. Появились корпуса как моноязычные, так и параллельные, которые, собственно, позволяют проводить настоящее исследование в больших объемах. Что мы можем сказать об использовании машинного перевода в нынешний момент? Рассматривая наши внедрения, мы, не знаю, может быть, мелко очень не видно, сгруппировали задачи, которые сейчас в основном решаются. Ну, задач очень много, но можно выделить основные. Я перечислю. Взаимодействие пользователей в онлайн-пространстве, обеспечение работы, служб поддержки и общения с клиентами, международное сотрудничество, оптимизация затрат на профессиональный перевод и изучение иностранных языков, как это не покажется странным. Вот теперь я хочу рассказать немножко уже о конкретных внедрениях. Это одно из наших любимых внедрений. Наверное, многие знают портал-сервис в интернете TripAdvisor, который поставляет отзывы настоящих путешественников в отелях, ресторанах, достопримечательностях. Если люди собираются куда-то поехать, они, как правило, смотрят, что говорит TripAdvisor на эту тему. Колоссальный объем информации обрабатывает этот портал. Он существует на многих языках. И, конечно, для России это тоже очень важный ресурс. Для того, чтобы было понятно, просто объем использования именно этого сервиса в России, я могу сказать о том, что переводится в день ежедневно более 60 тысяч запросов. Запросы представляют собой рецензии, которые пишут пользователи, как я уже сказала, об отелях, ресторанах и прочих. Что интересного в этом проекте? Интересного здесь, конечно, очень много. Я, к сожалению, не смогу подробно останавливаться на всех деталях. Это самое интересное здесь, конечно, контент. Потому что контент представляет собой отнюдь не написанные техническими писателями тексты, отнюдь не какие-то художественные произведения. Это отзывы пользователей. А пользователи могут быть самые разные. Они пишут на родном языке, на английском языке. Они пишут на неродном языке. Понятно, огромное количество печаток, ошибок, конечно, про запятые вообще уже никто не помнит. Поэтому было очень интересно настраивать нашу систему именно для этого типа контента. Это было первое внедрение нашей гибридной технологии автоматического перевода. Гибридная технология подразумевает соединение стандартного технологического подхода, который принято называть role-based, и статистического подхода. Еще есть много очень нюансов в этом проекте. Но, к сожалению, я не могу останавливаться подробно. Но это действительно один из наших любимых клиентов. Не менее интересное, но очень специфическое внедрение. Это внедрение в службу поддержки и пользы компания «Моделс». Тоже, может быть, многие знают эту компанию. Она один из лидеров глобального рынка онлайн-систем бронирования. Да, система онлайн-бронирования, наоборот. В чем особенности этого проекта? Фактически, тексты, которые переводит наша система, не существует до того момента, как происходит заказ билетов. Почему? Потому что сами тексты представляют собой автоматически собирающиеся из разных полов условия бронирования, условия страховки. Очень важно клиентам системы «Моделс», а они представляют собой туристические агентства, адекватно перевести эту информацию у пользователя, чтобы он принял правильное решение. Тексты, как правило, довольно большие. Я уже сказала, что они не существуют до того, как произведен запрос. Поэтому, фактически, без автоматического перевода очень трудно решить такую задачу. Внедрение этой системы позволило значительно расширить компанию «Моделс» сеть агентов, которые подают эти услуги в России. Потому что теперь не требуется такое доскональное знание о английском языке, о переводе на лету этой информации. Понятно, что все идет везде о серверных решениях, которые продуктивно работают для таких вот больших компаний. Следующая группа – это просто огромная группа клиентов, которые используют в своем ежедневном бизнесе наши системы. Вы тут видите некоторые имена, но тут потребность, на самом деле, совершенно понятная. Мне не хочется очень подробно на ней останавливаться. Важный момент в этих внедрениях всегда примерно одинаковый. Есть сложная система, в которой работает компания. Система документа оборота или система каких-то информационных потоков. И задача – встроить систему автоматического перевода в эти потоки так, чтобы пользователь мог эффективно использовать систему там, где это нужно. Конечно, всегда речь идет о какой-то настройке или о каком-то специальном дополнительном программировании для встраивания. У нас есть еще очень интересный клиент – это Федеральный институт промышленной собственности, который использует эту нашу систему для перевода патентов. Понятно, что патентопередение – это очень большая область, и там оперативный перевод патентов на английском языке является просто ключевой задачей. Все эти клиенты на самом деле действительно очень требовательны с точки зрения производительности системы. Может быть, многие из них согласны примиряться с каким-то там, может быть, неблестящим качеством, поэтому они не всегда готовы тратить время на настройку системы. Но важно, что для них принципиально является именно правильная интеграция системы в систему документа оборота. Ну вот еще одна интересная группа наших внедрений на более традиционное понимание того, зачем нужен машинный перевод – это оптимизация затрат на профессиональный перевод. Это как раз взаимодействие с теми самыми техническими писателями и прочими людьми, которые, ну или даже скорее техническими редакторами, которые отвечают за перевод документации компаний, которые выпускают серийно, выпускают свою продукцию на международные рынки. Среди наших клиентов такие собственные гиганты, как PayPal и Касперский, они используют наши системы для получения перевода своей документации. И очень интересные результаты. По результатам этих внедрений мы можем говорить о том, что даже не мы, это, собственно, данные. Все, что я рассказываю, это данные от наших клиентов, это не то, что мы придумали. То, что производительность труда переводчика увеличивается более чем на 15%, а это значит, что система может быть быстрее выпущена на рынок, и, соответственно, для компании это важно очень в конкурентной паре. И вот интересный аспект, почему машинный перевод может помочь в изучении на странах ИСУКОВ. В прошлом году мы провели опрос среди пользователей нашего сервиса Translate.ru и мобильных машин. В опросе участвовало более 8,5 тысяч человек. Посмотрите, пожалуйста, на данные, которые мы получили. Почти 40% на ответ, для чего вы используете переводчики Пронт, они отвечают. Изучаем иностранные языки самостоятельно именно курсы. 25% отвечают. Готовлю домашние задания. 16% говорят о том, что помогают детям с домашними заданиями. И 12% рассматривают кондепентные курсы. На самом деле это действительно очень интересный инцидент. Они как раз говорят о том, что сервис машинного перевода позволяет снять барьер, позволяет самостоятельно человеку принимать новые решения. Это действительно бывает очень удобно проверить свой перевод, например, на онлайн-сервисах. Ну вот, спасибо. Вот наш отдел маркетинга приготовил замечательный слайд. Опять же, чтобы просто понимать объемы той информации, текстовой, которая переводится онлайн-сервисами. Естественно, что наш сервис не единственный. Вы прекрасно знаете, что есть и другие конкуренты в этом пространстве. Ну просто, чтобы было понятно именно объемы. За один день наш сервис Translate.ru переводит в среднем 190 миллионов слов. Что такое 190 миллионов слов? Мне кажется, тут довольно красноречиво показано, что 190 миллионов слов – это 9,5 тысяч книг в день. Что такое 190 миллионов слов с точки зрения работы переводчиков? Это 87 лет работы одного переводчика. Это за один день количество слов, которые обрабатывает сервис. Ну и, соответственно, что такое 76 тысяч переводчиков? Это население дубны или минеральных вод. Это просто для того, чтобы было понятно, какой же, собственно, колоссальный запрос на машинный перевод, как мы отвечаем на этот запрос, какие мы в условиях представляем. Ну, на этом я бы, конечно, хотела закончить. И я еще раз хочу вернуться к тому времени, когда мы работали в лаборатории инженерной листики. И когда мы начали создавать вот эту самую систему автоматического перевода. Я очень часто вспоминаю Роменда Генриховича, но все-таки в гораздо меньшей степени, как ученого, я вспоминаю его как абсолютно фантастического организатора. Организатора, у которого основная действительно была задача, я повторюсь, я сказала это вначале, создать рабочую систему, которая удовлетворяла бы именно пожелания пользователей. Мне кажется, что именно этому мы научились Роменда Генриховича. Спасибо.